Ислам, деятельность пророка Мухаммада, содержание, введение, деятельность пророка Мухаммада, известные миру люди, о пророке Мухаммаде, Коран, священная книга мусульман, исламское представление о Боге, пять столпов ислама, столпы веры, заключение, литература, введение. На протяжении многих веков лучшие умы человечества стремились найти рациональное объяснение причин возникновения специфической иллюзорно-мистической и рациональной формы мышления человека и понять религию как форму общественного сознания, как социальный феномен, возникнув на заре человечества и складываясь веками на основе неадекватного отражения в мышлении людей реальных объективных процессов в природе и обществе, религиозные представления и верования, а также закреплявшие их догмы, культы, ритуалы и обряды. Попутывали сознание человека паутина несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира кривым зеркалом фантастических мифов и магических превращений, волшебства и чудес, заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизич, язкие конструкции мироздания и загробного существования. Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, религия становилась частью культурного потенциала народа, страны или даже многих стран. Древние люди, создавая свои религии, заботились о чисто этнических потребностях и рассчитывали на земляческую помощь собственных богов. Иные из религий с местной пропиской отошли в небытие, порой вместе с породившими их народами, другие же при всей их территориальной ограниченности живут и по сей день. Ислам – одна из трех, наряду с буддизмом и христианством, мировых религий, имеющие своих приверженцев практически на всех континентах и в большинстве стран мира. Мусульмане составляют подавляющее большинство населения многих стран Азии и Африки. Ислам является идеологической системой, оказывающей значительное влияние на международную политику. В сегодняшнем мире более 700 миллионов человек на вопрос «Кто ты по вере?» отвечают арабским словом «муслим». Человек, исповедующий ислам, мусульманин. Ислам в переводе с арабского означает «покорность мусульманства», от арабского «муслим», «предавший себя Аллаху». Основателем ислама является арабский пророк Мухаммад, Мухаммед или Магомед, значение которого на общие судьбы человечества трудно переоценить, поэтому на этой исторической личности надо остановиться особо. Деятельность пророка Мухаммада Биография Мухаммада лишена особой фантастики, в отличие от евангельской биографии Иисуса. Но истоки мусульманской религии нужно искать, конечно, не в биографии отдельных лиц, а в социально-экономических и идеологических условиях, сложившихся в ту эпоху в Аравии. Аравия была издавна населена семитическими племенами, предками теперешних арабов. Часть их жила оседла в оазисах и городах, занимаясь земледелием, ремеслами и торговлей, часть кочевала в степях и пустынях, разводя верблюдов, лошадей, овец и коз. Аравия была экономически и культурно связана с соседними странами – Месопотамией, Сирией, Палестиной, Египтом, Эфиопией. Торговые пути между этими странами шли через Аравию. Один из важных узлов пересечения торговых дорог находился в Митканском оазисе, близ побережья Красного моря. Родоплеменная знать обитавшего здесь племени Корейш, Курейш, извлекала для себя много выгод из торговли. В Митке образовался религиозный центр всех арабов. В особом святилище Кааба были собраны священные изображения и культовые предметы разных арабских племен. Были в Аравии поселения иноземцев, в частности иудейские и христианские общины. Люди разных языков и религий общались между собой, верования их влияли друг на друга. В четыре веки в Аравии начался упадок караванной торговли, так как торговые дороги переместились на восток в Сосаницкий Иран. Это нарушило экономическое равновесие, державшееся веками. Кочевники, потерявшие доход от караванного движения, стали склоняться к оседлому образу жизни, переходить к земледелию. Возросла нужда в земле, усилились столкновения между племенами. Стала чувствоваться нужда в объединении. Это не замедлило отразиться в идеологии. Возникло движение за слияние племенных культов, за почитание единого верховного Бога Аллаха. Тем более, что евреи и отчасти христиане подавали арабам пример единобожия. Среди арабов возникла секта ханифов, чтивших единого Бога. В такой обстановке развернулась проповедническая деятельность Мухаммада, вполне отвечавшая общественной потребности. В его проповедях, собственно, не было почти ничего нового по сравнению с религиозными учениями иудеев, христиан, ханифов. Основное у Мухаммада – строгое требование почитать только единого Аллаха и быть безусловно покорным его воле. Само слово «Ислам» означает покорность. Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме него, и ангелы, и обладающие знанием, которые стойки в справедливости. Нет божества, кроме него, великого, мудрого. Поистине, религия пред Аллахом – ислам. 3.16.17 Во время Джахимеи, так именуется доисламская эпоха, когда арабы не знали истинного Бога, в Мекке устраивались большие торговые ярмарки. В святилище Кааба, Куб и на запретной территории, Харам, нельзя было ссориться, проливать кровь. Ибо все это могло оскорбить религиозные чувства разных арабских племен, каждая из которых поклонялась своим божествам, но одинаково чтила Каабу. В центре языческой Кааба стоял Хубал. Древние арабы чтили это божество племени Курейш как повелителя небес и луны, властелина громов и дождя. Извояние Хубала в образе человека с золотой рукой было выполнено из сердолика. Золото заменило некогда отбитую каменную руку, находившийся с древних времен в Каабе черный камень, по мнению ученых, имевший метеоритное происхождение и олицетворял небесную силу Хубала. Вокруг главного божества располагались многочисленные идолы, бетилы, изображавшие другие аравийские божества, до 300 в Каабе. Жили в метке иудаисты и христиане, а также ханифы, аскеты, благочестивые люди, исповедовавшие строгое единобожие. Пантеон языческой метки состоял из множества богов, один из которых носил имя Аллах. Мухаммад родился в метке 29 августа 570 года от Рождества Христова, был понедельник, 12 раби Алиуваль, год слона, по лунному календарю, отмечается 12 числа месяца раби Алаввы по лунному календарю. Маулит, день рождения пророка совпадает с днем смерти Мухаммада. Символичное совпадение дат рождения и смерти, то есть, рождение для вечной жизни, было дано Мухаммаду Творцом в знак его особой миссии носителя Откровения, последнего, как считает Ислам, пророка в истории человечества. Согласно преданиям, рождение Мухаммада было предсказано пророками Ибрахимом, Авраамом, Исмаилом, Мусой, Моисеем, Иесой, Иисусом Христом. В этих двойных именах нет ничего странного, поскольку Ислам относится к так называемым авраамическим религиям, и мусульмане наряду с иудеями и христианами почитают одних и тех же ветхозаветных пророков, а также Иисуса Христа как одного из них. Мухаммад происходил из храброго и знаменитого племени Курейш. Дед его Абтал Мутталиб был старейшиной племени, хранителем Каабы, то есть очень почитаемым человеком. Отец его Абдул-Лабин Абдул Мутталиб умер, так и не увидев своего сына. В течение четыре лет Мухаммад жил обычной жизнью мальчика из кочевого племени Воровейской степи, куда увезла его из метки кормилица Халима. С матерью Аминой мальчику было суждено прожить всего два года. В шесть лет он остался полным сиротой. В начале воспитанием будущего пророка занимался его дед Абтал Мутталиб, а после его смерти дядя Абуталиб. В семье дяди Мухаммад вел относительно самостоятельную жизнь, присутствуя при обсуждении важнейших общественных дел, при спорах на религиозные и моральные темы, при рассказах о торговых путешествиях, о приключениях в далеких странах, о преданиях старины и обычаях разных племен и народов. Все это способствовало его духовному развитию. Мухаммад о своем детстве и юности говорил впоследствии просто и лаконично. «Я был сиротой. Сирота достигает зрелости раньше других детей. Он чувствует страдания сирот и сопереживает им в жизни». В возрасте 12 лет Мухаммад совершил свое первое длительное путешествие с караваном своего дяди Абуталиба в Сирию, выполняя посильную для своих лет работу. Продолжительное полгода и увлекательное путешествие позволило подростку познакомиться с разнообразными ландшафтами его родины, Аравии, ближе познать жизнь простого народа. Примерно к 20 годам Мухаммад начал совершенно самостоятельную жизнь, без формальной опеки Абуталиба. К этому времени полностью определился род его занятий. Он был человеком, сведущим в торговле, умел водить караваны, нанимаясь к зажиточным торговцам в качестве приказчика, проводника караванов или торгового агента. По словам арабских историков Мухаммад слыл человеком безукоризненной репутации, отличался прекрасным характером, честностью и добросовестностью, умом и сообразительностью, верностью данному слову. В 25 лет Мухаммад женился на богатой вдове Хадиджи. Брак их оказался на редкость счастливым. Хадиджа стала для своего мужа не только любимой женой, но и лучшим другом, советчиком и помощником на его трудном поприще пророка. Она родила ему детей. Касима, Абдуллу, Зейнаб, Рукаю, Умкульсум и, наконец, Фатиму Захра, прекрасную, блестящую. К огромному горю родителей, сыновья их умерли в детстве. Еще во время торговых путешествий, наблюдая религиозные верования разных народов, особенно иудеев и насара, христиан, сравнивая их с идолопоклонством своих единоплеменников, Мухаммад отмечал положительные и отрицательные качества этих религий. Он много размышлял о вере, о Боге и окончательно пришел к выводу, что Бог, Аллах, один, и никакой идол не может его заменить. Сделанный руками людей, идол не может исполнять функции Аллаха, поэтому поклоняться идолам – преступление перед единым Аллахом. Мухаммад молился Всевышнему Аллаху в полном одиночестве. Благополучный брак дал Мухаммаду обеспеченную жизнь, позволявшую иметь достаточно свободного времени, которое на протяжении многих лет он посвящал религиозным исканиям. Духовное напряжение, побуждавшее Мухаммада к раздумьям о цели и смысле жизни, об основах мироздания, с годами все крепло и, наконец, оформилось в убеждение, что именно ему уготовано узнать истинного Бога и выполнить миссии возвещения соплеменникам истинной веры. Излюбленным местом молитв и размышлений Мухаммада являлась расположенная в нескольких часах ходьбы отметки гора Хира, пустынный каменистый холм, где он чаще всего проводил весь месяц Рамадан. В конце третьего года непрерывных молитв и религиозных исканий его труды увенчались успехом. К нему снизошло первое откровение Бога. В одной из ночей месяца Рамадан 610 года сорокалетнему Мухаммаду на горе Хира впервые явился некто могучий и страшный и приказал ему, неграмотному, читать. А когда Мухаммад отказался, сам прочел ему пять строк и приказал повторить их, и строки эти врезались в сердце Мухаммада. Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка крови. Читай, ибо при помощи пера, научивший человека тому Господь твой есть всеблагодатный, научивший человека, чего он не знал. Коран 96.1.5 5 коротких строк, продиктованных Мухаммаду в одной из ночей Рамадана, эта ночь в дальнейшем получила название Ночи Свершения или Ночи Могущества, содержали важнейшие сведения о сущности Бога и его отношении к человеку. Бог в них определен как всемогущий Творец, ни на секунду не покидающий мир в своей творческой заботе, творить сложные, совершенные и прекрасные. Пример его особого всемогущества, создание самого сложного и совершенного существа на земле, человека. Бог является основным источником знания для человека, и это знание не сходит к человеку в виде Писания. В священную Ночь Свершения или Ночь Могущества, Джибрил, Джибраил, Гавриил, сообщил Мухаммаду отрывок из Небесного Корана, и тем самым было положено начало Корану земному, точной копии Небесного подлинника. Откровение, полученное по горе Хира, окончательно убедило Мухаммада в правильности сложившихся у него религиозных представлений. Он уверовал в их истинность так же, как в свою пророческую миссию. Первой приняла новую веру жена Мухаммада Хадиджа, а затем его двоюродный брат и воспитан Николе приемный сын Зайд. Самые близкие люди без малейших колебаний веровали в Мухаммада, уверовали глубоко и на всю жизнь. Первым среди курайшитов новую веру принял Абубак Рассиддык, который стал активно проповедовать ислам среди своих многочисленных друзей и знакомых. На первых порах проповедь новой веры проводилась в глубокой тайне. Распространение учения шло очень медленно. За три года Мухаммад приобрел всего около 40-50 сторонников. Из них он создал религиозную общину Умму, прочно сцементированную взаимным побратимством и всецело преданную ему, Мухаммаду, духовному главе, пророку и посланнику Аллаха. Доступ в Умму, новую общину, был открыт для всех, кто принимал ислам и признавал Мухаммада в качестве духовного и светского вождя. Таким образом, в сознании мусульман с самого начала слились религия и политика, духовная и светская власть, вероисповедные и морально-правовые установления. За эти три года никаких новых откровений Бог не посылал Мухаммаду. И только в конце 613 Г снова прозвучал голос Всевышнего. «Встань и увещавай, и господа твоего возвеличивай, и одежда своей очисть, и скверно беги, и не оказывай милость, стремясь к большему, и ради господа твоего, терпи». Полученное откровение содержало прямое приказание начать публичную проповедь веры. Первую публичную проповедь Мухаммад провел с холма Ассада в центре метки перед многочисленной толпой горожан, но она не имела успеха, а когда Мухаммад объявил себя посланником Аллаха, на него посыпался град насмешек. И так повторялось каждый раз, когда появлялся Мухаммад со своей проповедью. Курайшиты не хотели признавать всемогущего Аллаха. Всю систему доказательств, выдвинутую Мухаммадом, сотворение Богом земли, человека, животных и т.д., они считали несерьезной. Идолопоклонники требовали от него чудес, которые подтвердили бы его превосходство и степень достоинства перед Богом. Мухаммад считал главным чудом новой веры Коран. Несмотря на ожесточенную полемику Мухаммада и его немногочисленных сторонников с курайшитами, идолопоклонниками, обстановка в метке в течение первого года после начала публичной проповеди новой веры оставалась мирной. Но когда Мухаммад от прославления единого истинного Аллаха перешел к прямым нападкам на богов, которых почитали в храме Кааба, это вызвало переполох в метке. Курайшиты поняли, что против мусульман нужны решительные действия. Мухаммаду и его сторонникам запретили молиться вблизи Каабы. Митканскими верхами была организована травля Мухаммада и его сторонников. Были случаи, когда Мухаммада и других мусульман забрасывали камнями и грязью, а соседи украдкой выливали помои и нечистоты у порога его дома. Аллах продолжал посылать Мухаммаду новые знамения, разъясняя, как мусульманам общаться с иноверцами, как им вести себя по отношению к пророку, как делить военную добычу и наследуемое имущество. Были провозглашены запреты на расставщичество, азартные игры, алкогольные напитки, употребление в пищу свинины. Не отвергая традиционного обряда поклонения Каабе, Мухаммад установил новую для арабов форму служения Богу, включавшую ряд поз, выражающих благоговение и многократное повторение фраз «Хвала Аллаху и Аллах Велик». Завершая молитву, человек должен был простереться ниц. Это невиданное прежде поза самоуничижения, земной поклон, возмущало многих жителей Метки. Мухаммад называл их гордецами, не желающими покориться Аллаху. В какой-то момент, около 618-620 годах, возникла возможность компромисса с метканцами. Мухаммад якобы согласился признать особое положение при Аллахе почитаемых в метке богинь Аллат Алуз-Заиманат, а метканцы – пророческую миссию Мухаммада и первое место Аллаха среди богов. Однако примирение, нарушавшее главный принцип нового учения, строгое единобожие, не состоялось, и борьба обострилась. Мухаммад стал искать сторонников вне метки. Около 620 года он вступил в тайное соглашение с группой жителей Есриба, крупного землевладельческого оазиса примерно в 400 км к северу отметки. Жившие там языческие и принявшие иудаизм арабские племена находились в состоянии затянувшихся и запутанных междоусобиц, из которых они, по аравийскому обычаю, надеялись выбраться с помощью авторитетного и беспристрастного третейского судьи. В качестве такого судьи они и пригласили Мухаммада, признав его пророческую миссию как основу его авторитета. Сначала большинство метканских мусульман, а затем и сам Мухаммад переселились в Есриб. Он прибыл туда 12 или 18 раби, то есть 24 или 22 сентября 622 года. С первого месяца, Алмухарам, этого года мусульмане, при Умариадин, стали отчитывать годы новой эры по хиджри, то есть, по году переселения Мухаммада из метки в Есриб, который стал называться Мажинат Аннаби, город пророка, или просто Алмадина, Медина. Мухаммад превратился из простого проповедника в политического лидера общины, включавший поначалу не только мусульман. Постепенно устанавливается его единовластие в Медине. Главной опорой Мухаммада были пришедшие с ним из метки мусульмане, мухаджары и мединские мусульмане, ансары. Мухаммад надеялся также найти религиозную и политическую поддержку иудеев Есриба. Однако они отказались признать в Мухаммаде мессию из не иудеев, более того высмеивали пророка Аллаха и даже вступили в контакты с врагами Мухаммада, метканцами. К ним присоединили сейчас других есрибцев из язычников, иудеев и христиан, первоначально охотно принявших ислам, но затем выступивших против Мухаммада. Эта внутренняя мединская оппозиция неоднократно осуждается в Коране под именем лицемеров Мунафикум. Внутреннее размежевание помогло развитию представлений об исламе как об отдельной религии, усиление ее аравийских черт. Мухаммад все отчетливее говорит об особой роли ислама, о себе как о последнем пророке, печати пророков. Иудеи и христиане порицаются как плохие верующие, ислам объявляется как исправление допущенных ими искажений воли Аллаха. В противовес субботе устанавливается особый мусульманский день общей молитвы, пятница, объявляется о святости Алкабы и первостепенном значении паломничества к ней. Она становится главной святыней ислама, к ней молящиеся начинают обращаться во время молитвы, кибла. Укрепившись в Медине, посланник Аллаха приступил к созданию своего могучего государства. Главной его целью было объединение всех арабских племен, погрязших в язычестве и бесконечной междоусобной борьбе, в единый народ, преданный исламу. В начале 624 г. был составлен и принят документ, получивший название «Конституция Медины». В этом документе, который дошел до нас в подлиннике, впервые было определено положение Мухаммада в Медине принципы, на основе которых осуществилось превращение разноплеменного населения Оазиса в единый народ, умму пророка и посланника Божьего. В Конституции Мухаммад не назван правителем, он признан пророком, человеком, получающим откровение от Аллаха. В Медине строится первая мечеть, дом Мухаммада, устанавливаются основы мусульманского ритуала, правила молитвы, омовения, поста, призыва к молитве, сборов на благочестивые нужды и т.д. В проповедях Мухаммада стали фиксироваться правила жизни общины, принципы наследования, раздела имущества, бракосочетания. Начинает особо выделяться положение Мухаммада как посланника Аллаха. В откровениях появляются требования особого почтения к Мухаммаду, ему не спосылаются исключения из некоторых запретов, обязательных для других. Таким образом, в Медине Мухаммад сформировал основные принципы религиозного учения, ритуала и организации общины. Эти принципы были выражены в откровениях и частично в высказываниях, решениях и поступках самого Мухаммада. Одной из форм сплочения общины и ее расширения с самого начала Мединского периода стала борьба с неверующими митканцами. В 623 году начинаются нападения мусульман на митканские караваны, в 624 году при бодре мусульмане, возглавляемые Мухаммадом, победили митканский отряд. И эта победа была воспринята истолкована как доказательство того, что Аллах на стороне мусульман. В 625 году митканцы пошли к Медине и сразились с мусульманским войском около горы Ухуд. В бою Мухаммад был легко ранен в голову, мусульмане понесли большие потери, однако митканцы не развили свой успех и отошли. В следующем году они снова подошли к Медине, но были остановлены обороной мусульману специально выкопанного рва. Тесные связи внутренней мединской оппозиции с митканцами, ее попытки покушения на жизнь Мухаммада и упорный отказ от полного ему подчинения вызывали резкие ответные меры. В последовательно из Медины были изгнаны иудейские племена Бану Кайну Кайбану Надир, значительная часть Бану Курайза была перебита, были убиты некоторые наиболее активные противники и соперники Мухаммада. Затем были собраны большие силы для решительной борьбы с Медкой. В 628 году большое войско, к которому присоединились некоторые кочевые племена, двинулось в сторону Медки и остановилось в местечке Алхудайбия, на самой границе священной территории Медки. Переговоры между митканцами и мусульманами завершились перемирием. Ровно через год Мухаммад и его сподвижники совершили в соответствии с договором малое паломничество Умра. Тем временем крепла сила мединской общины, были завоеваны богатые оазисы Северной Аравии Хайбар и Фадак, союзниками Мухаммада становились все новые и новые племена. В этих условиях продолжались тайные переговоры митканцев с Мухаммадом. Многие митканцы принимали ислам открыто или тайно. В результате всего этого подошедшие к Медке в 630 году мусульманское войско беспрепятственно вошло в город. Мухаммад совершил поклонение Алкаабе, очистил ее от языческих идолов. Мухаммад, однако, продолжал жить в Медине. Лишь однажды, в 632 году, еще совершив паломничество, называемое прощальным Хиджжат Алвада, Победа над Медкой еще более укрепила уверенность Мухаммада в себе, подняла его политический и религиозный авторитет в Аравии. Он посылает различным царям и вождям Аравии и наместникам пограничных с Аравией областей Византии и Ирана послание с предложением принять ислам. Медканские военные отряды захватывают новые оазисы в Северной Аравии, появляются в Йемене. В Медку приезжают представители различных племен и областей полуострова. Многие из приезжавших договариваются с Мухаммадом о союзе. В сражении при Хунане в 630 году мусульмане и их союзники отбили большое наступление на Медку враждебных кочевых племен. В 631-632 годах значительная часть Аравии оказывается в той или иной степени включенной в политическое объединение, возглавляемое Мухаммадом. В последние годы жизни Мухаммад определяет цель этого объединения – распространение власти ислама на север. Он деятельно готовит военную экспедицию в Сирию. В июне-июле 632 года в возрасте 60-63 лет Мухаммад неожиданно для своих сподвижников скончался после непродолжительной болезни. Существует легенда, что он был отравлен. Похоронен он в главной мечети Меденны – мечети пророка. Со смертью Мухаммада прекратился прямой контакт общины с Аллахом. Ею стали управлять халифы, заместители пророка в деле проведения в жизнь законов и правил, заповеданных Мухаммадом и изложенных в Коране. За право выдвижения на пост халифа своего представителя соперничали разные группы мусульман. Первым халифом стал один из ближайших соратников Мухаммада – Абу Бакр. В современной науке существует общее мнение, что Мухаммад действительно жил и действовал, произнес значительную часть слов, составляющих Коран, обосновал общину мусульман сначала в Метке, потом в Есребе. В жизнеописании Мухаммада – Сира, в преданиях о его словах и поступках – Хадис, в комментариях к Корану – Тавсир и так далее. Наряду с исторически достоверными сведениями содержится много поздних добавлений, домыслов и легенд. Все вместе они и составляют известную всем мусульманам биографию пророка. В европейской культуре образ Мухаммада был первоначально объектом разных нападок и обвинений в коварстве, жестокости, любострасти, возникали и волшебные легенды, притягивавшие христианских завоевателей, как, например, о висящем в воздухе гробе Мухаммада. Просветители считали Мухаммада обманщиком, использовавшим религию в целях собственного благополучия. Ученые и публицисты Европы видели в Мухаммаде революционера и реформатора, и пламенного политического вождя, и вдохновенного пророка, и ученика иудейских раввинов или христианских монахов, и крупного политика и так далее. Успех ислама как религии и как социальной системы был обеспечен и объективными и субъективными факторами. В ряду последних одно из ведущих мест занимает личность Мухаммада, вдохновенного оратора, проповедника, преданного своему делу вероучителя, умного и гибкого политика, умевшего соединять идеал с реальностями жизни, верность традиции с решительными новшествами, принципиальность с гибкостью, демократизм с единовластием, мягкость с суровостью и решительностью. Реальные результаты деятельности Мухаммада и тот образ пророка и правителя, основу для которого он создал своей жизнью, определяют значение роли личности Мухаммада в средневековой истории Востока и Запада. Известные миру люди, о пророке Мухаммаде, Бернард Шоу сказал о нем, его можно назвать спасителем человечества. Я верю, что если такой человек, как он, примет на себя управление современным миром, он преуспеет в разрешении его проблем путем, который принесет миру так необходимый покой и счастье, подлинный ислам. Сингапур, том 1, номер 8, 1936. Ламартин, знаменитый французский историк. Если величие цели, малое количество средств и потрясающие результаты являются тремя критериями человеческого гения, кто мог осмелиться сравнить какого-либо великого человека в современной истории с Мухаммадом. Самые знаменитые люди создавали лишь оружие, законы и империи. Они, в лучшем случае, создавали лишь материальные блага, которые часто рушились у них на глазах. Этим человек не только руководил армиями, законами, империями, народами и династиями, но миллионами людей на одной претиземного шара. Более того, он влиял на престолы, богов, религии, идей, верования и души, всего снисходительность в победе, его честолюбие, которое было полностью подчинено одной идее, но ни в коем случае не стремление к империи, его непрерывные молитвы, его таинственное общение с Богом, его смерть и его триумф после смерти. Все это свидетельствует не об обмане, а о твердой убежденности, которая дала ему сила восстановить догмат. Этот догмат был двойственен. Единство Бога и нематериальность Бога. Первое свидетельствует о том, чем Бог является. Второе, о том, чего в Боге нет. Одно, свержение ложных божеств с помощью меча. Другое, распространение идеи с помощью слов. Философ, оратор, апостол, законодатель, воин, покоритель мыслей, реставратор рациональной веры, культа без идолов, основатель двадцати земных империй и одной духовной, это Мухаммад. Что касается всех критериев, которыми может быть измерено величие человека, напрашивается вопрос, есть ли человек более великий, чем он. История Турции, Париж, 1854, том 2, страница 276-277. Махат Маганде я хотел знать лучшего из тех, кто сегодня имеет бесспорную власть над сердцами миллионов людей. Я стал более чем уверен, что не меч завоевал исламу место в жизни в те дни. Это была непреклонная простота, высшее самопожертвование пророка, пристальное выполнение своих обязанностей, его большая преданность своим друзьям и последователям, его отвага, его бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию. Этим, а не мечом, прокладывал он себе дорогу. Когда я закрыл 2 и краткая том биографии пророка, мне стало жаль, что больше не могу прочесть о его великой жизни, молодая Индия. Томас Карлайл в своей работе «Герои культ героев» был просто восхищен тем, как один человек в одиночку смог сплотить враждующие племена и кочующих бедуинов в самую мощную и цивилизованную нацию менее, чем за два десятка лет. Коран, священная книга мусульман, а люди, никакой пророк не придет после меня. Я оставляю вам книгу Алха, держитесь ее стойко, и тогда вы никогда не собьетесь с пути. Изречение пророка Мухаммада. Священная книга мусульман, Коран, Атараб, Алкуран, чтение вслух, назидание. В нем зафиксированы основные идеи вероучения Мухаммада. Согласно общепринятой в исламе традиции, текст Корана был поведан пророку самим Аллахом через посредство Джибраила. Аллах не раз передавал свои священные заповеди через различных пророков Моисея и Иисуса, наконец Мухаммада. Этим исламское богословие объясняет и многочисленные совпадения текстов Корана и Библии. Переданный через более ранних пророков священный текст был искажен иудеями и христианами, которые многое в нем не поняли, кое-что упустили, извратили, поэтому только в последней версии, авторизованной великим пророком Мухаммадом, правоверные могут иметь высшую и бесспорную божественную истину. Это легенда о Коране, если очистить ее от божественного вмешательства, близка к истине. Основное содержание Корана также тесно связано с Библией, как и сам ислам близок иудеохристианству. Сначала пророческие откровения передавались вообще неустно, по памяти. Некоторые из них верующие записывали по собственной инициативе, пока, наконец, в Медине по указаниям Мухаммада не стали вестись систематические записи. Канонизирование содержания Корана и составление окончательной редакции произошло при халифе Алифе 644-656 годах. Коран предписывает арабам покинуть обычаи отцов в пользу правил, установленных исламом. В самом Коране его правовая значимость определяется следующим образом. Итак, мы не спослали его как арабский судебник, 2-165-166. Коран состоит из 114 сур, глав, расчлененных на 6219 стихов, а это. Большая часть этих стихов имеет мифологический характер, и лишь около 500 стихов содержат предписания, относящиеся к правилам поведения мусульман. При этом не более чем 80 из них можно рассматривать как собственно правовые, в основном это правила, относящиеся к браку и семье, остальные касаются религиозного ритуала и обязанностей. Большая часть положений Корана носит казуальный характер и представляет собой конкретные толкования, данные пророкам в связи с частными случаями. Но многие установления имеют весьма неопределенный вид и могут приобретать разный смысл в зависимости от того, какое содержание в них вкладывается. В последующей судебно-богословской практике и в правовой доктрине в результате достаточно свободного толкования они получили свое выражение в противоречивых, а нередко и во взаимоисключающих правовых предписаниях. Рассмотрим, как, откуда и почему появилось грозное понятие «священная война». Дело Божие должно торжествовать на земле. Оно торжествует через добровольную преданность и через вынужденную покорность неверных. Добрые убеждаются проповедью посланника Божия, злые принуждаются к повиновению его мечом. Когда еще до Хиджры Мухаммад взял сансара в клятву мужей, то есть обязательство защищать его оружием, идея священной войны была уже, очевидно, принята им. В позднейших сурах Корана, данных в Медине, эта идея утверждается с большей настойчивостью. Сражайтесь с врагами вашими на войне за веру, но не нападайте первые. Бог ненавидит нападающих. Убивайте врагов ваших везде, где найдете их. Изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгоняли. Отступничество хуже убийства. Не сражайтесь с ними у святого храма, разве только они вызовут вас. Если нападут на вас, купайтесь в крови их. Такова награда неверных. Если покинут заблуждение свое, Господь снисходителен и милостив. Сражайтесь с врагами, доколе не утвердится ислам. Ваша ненависть довоспламеняется только против привратных. Если нападут на вас в священном месте, и в священном месте воздайте им тем же. Сура 11, 186-190. Коран был доступен далеко не каждому. Его изучали и анализировали лишь сравнительно немногие грамотные и образованные мусульмане, в первую очередь знатоки исламской догматики, богословы и правоведы. До широких масс простого народа, неграмотных крестьян заповедей ислама доходили лишь в устной форме проповедей и в виде священных заповедей, составлявших обязательный для каждого правоверного комплекс правил поведения, прежде всего религиозного. Сказал Аллах в Коране. Писание, которое не спасла ли мы тебе, благословенно, дабы умные размышляли о знамениях его и учились. Сура Сад, аят 28, исламское представление о Боге. Бог не имеет ничего общего с человеком. Бог вне пространства и времени. Он создал и бесчисленное множество миров, и бесчисленное множество наделенных разумом существ, одним из которых является человек. Связь человека с Богом односторонняя. Человек зависит от Бога, а Бог нисколько не зависит от человека. Своим поведением, своими поступками и словами человек не может оказать никакого влияния на Бога. Хорошо то, что предписано Богом. Плохо то, что запрещено Богом. Вне Бога нет ни добра, ни зла. Бог добрый и милосерден не потому, что он должен, обязан быть непременно добрым и милосердным. Доброта и милосердие просто его изначальные свойства, вытекающие из отношения Творца к сотворенному миру. Бога нельзя было бы признать абсолютно всемогущим, если бы в мире происходили хоть какие-нибудь случайные, заранее им не предусмотренные события. Поэтому учение о предопределении является закономерным следствием всякого развитого монотеизма. Это учение, согласно которому все совершаются с фатальной неизбежностью, кажется противоречащим нравственной ответственности каждого отдельного человека. Ислам дает разрешение этой проблемы, хотя все совершается только по воле Бога и судьба каждого человека в самых мельчайших деталях предопределена миллионы лет тому назад. Тем не менее, человек отвечает за каждый свой поступок так, как если бы он обладал полной свободой воли. Человек должен стремиться к добру и избегать зла, потому что такова воля Бога, и не забывать, что за каждый свой поступок и каждое движение души он будет судим по всей строгости, без всяких скидок на предопределение так, как будто в любой жизненной ситуации от него и только от него зависит выбор поведения. 5 столпов ислама Связь веры с традиционным образом жизни была характерна для ислама во все времена, но особенно очевидна она становится сегодня, когда идеологи и политики, выступающие под лозунгом ислама, пытаются как можно больше людей объявить мусульманами только потому, что они придерживаются многих обычаев своих отцов. Знание основ мусульманской религии весьма различно у различных слоев населения и в разных странах традиционного распространения ислама. Всякий мусульманин знает арабское звучание и смысл символа веры религии и ислама. Нет никакого божества, кроме Аллаха и Мухаммад, посланник Аллаха. Величие Бога, Аллаха, выражено во многих формулах, хорошо известных всем мусульманам и часто повторяемых ими в речи, молитвах, бытовых восклицаниях, а также постоянно встречающихся в изящной вязи арабского письма, на памятниках мусульманской архитектуры в Азии, Африке, Европе и Америке. Аллаху Акбар, Аллах самый великий, и так далее. По мусульманской доктрине, люди, не исповедующие ислам, неверные, среди них и иудеи и христиане выделяются особо как Ахляль-Китаб, то есть, люди Писания. Согласно Корану они верят якобы в того же Бога, что и мусульмане. Этот Бог им посылал своих посланников Моисея, Мусу, Иисуса, Ису, которые несли людям Слово Божье. Однако люди исказили и забыли то, чему те учили. Поэтому Аллах и направил людям Мухаммада, своего последнего пророка, с Божьим Словом, Кораном. Это была как бы последняя попытка наставить людей на праведный путь, последнее предупреждение, после которого должен наступить конец мира и суд. Когда всем людям будет воздано по их делам, они попадут в райские сады или в адский огонь. Эти основы религии знает всякий мусульманин и образованный неграмотный. Почти всякий знает и пять столпов ислама, пять главных обязанностей верующего. Исповедание, молитва, пост, милостыня и хадж. Первый из столпов ислама – это признание того, что Бог один. В исламе этот феномен назван арабским словом Ат-Таухид, которое означает вера в единого Бога. Бог вечен и абсолютен, он не имеет ни начала, ни конца. Все, кроме Бога, было создано Богом, которому нет ни равных, ни соперников. Он не имеет ни сыновей, ни дочерей и никакого проявления во плоти. Именно эта вера считается основополагающей в жизни мусульманина. Вера в Бога порождает повиновение ему, обязательное для каждого приверженца ислама. Мусульмане убеждены в том, что Божьи законы имеют приоритет перед любыми культурными или социальными нововведениями, возникнувшими вследствие развития цивилизации. Чтобы стать мусульманином, достаточно торжественно произнести фразу о том, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад пророк его. Тем самым человек становится покорным Аллаху, мусульманином, но, став им, он должен был соблюдать остальные обязанности правоверного. Молитва, салит, обязательный каждодневный пятикратный ритуал. Творите регулярную молитву по двум пределам дня и, в ранние, часы, прихода и ухода, ночи. Ведь, истинно, дела благие приносят избавление от дурных. Сие, напоминание для помнящих о Боге. Коран 11,114 Те, кто не молится пять раз в день, неверные, по пятницам и в праздничные дни свершаются торжественные богослужения, которыми руководят имамы, стоящие впереди. Перед молитвой правоверный обязан совершить омовение, обряд очищения, малого, мытье рук, ног, лица и большого, в случае серьезной нечистоты, полное омовение всего тела. Если нет воды, ее заменяют песком. Место богослужения, проповеди и молитв мечеть – это также место собраний правоверных во всех важных случаях жизни, своего рода культурный центр. Строительство мечетей в исламе всегда считалось богоугодным делом. Средств на это не жалели, так что мечети, особенно в городах, столицах, представляют собой нередко великолепные сооружения. Внутреннее помещение мечети выглядит скромно, даже если закрытая часть его устла на богатыми коврами. Здесь нет ни идолов, ни украшений, ни музыкальных инструментов. Важная функция мечети – организация обучения детей. Образование в исламских странах было всегда религиозным и находилось под попечительством местных духовных властей. Имам и Мулладан на мечети были одновременно здесь и учителями. Пост. У мусульман лишь один главный и обязательный пост – Рамазан, он длится месяц, в течение которого от рассвета до заката правоверные, кроме малых детей и больных, не имеют права ни есть, ни пить, ни курить, ни развлекаться. Все время должно быть в принципе посвящено человекам Аллаху, занято молитвами, чтением Корана и религиозных сочинений, благочестивыми размышлениями. Кроме Рамазана мусульмане постятся и в другое время, по обету, в случае засухи, в порядке возмещения за пропущенные дни Рамазана. Хадж – паломничество в метку, прежде всего в Каабе, главной святыне ислама. Кааба – небольшое здание, в юго-западной угол которого вмурован черный камень, издревле хранящийся тут метеорит, по преданию, посланный Аллахом с неба людям как знак своего могущества и благоволения. Этот столб обязателен только для тех, кто физически и материально способен позволить себе участие в паломничестве. Во славу Бога завершите хадж или алюмра, но если вы затруднены, вы жертвенны и пошлите дар, что будет вам по силам. Коран 2.196 Паломники, надев специальные белые одежды и пройдя церемонии ритуального очищения, совершают торжественный обход вокруг Каабы, пьют воду из близлежащего священного источника Замзам. Далее следуют торжественные процессии моления у холмов и долин вокруг метки, связанных с легендой о пребывании в тех местах праотца Ибрахима, первого проповедника Единобожия. Окончание хаджа является главным мусульманским праздником, который отмечается молитвами и жертвоприношениями по всему мусульманскому миру – милостыня. Каждый имущий обязан раз в году делиться своими доходами, выделяя часть их в качестве милостыни в пользу бедных. Обязательная милостыня – закят, обязательный налог на имущество и доходы, который идет в теории на нужды общины и распределяется среди бедных и малоимущих. Кроме того, каждому мусульманину предписывается еще и садака – добровольные пожертвования и милостыня. Молитву строго соблюдайте, творите милостыню для очищения. Коран 2.43 На самом деле все эти социально-экономические регуляторы справедливости внутри исламской общины с самого начала были и остались благими пожеланиями. Закят быстро стал обычным государственным налогом, садака шла на нужды религиозного культа, запреты на ростовщичество легко обходились оформлением дачи денег в рост как совместного финансового предприятия кредитора и должника. К этим пяти нередко добавляют еще один столб веры, шестой – священную войну против неверных, джихад или газоват. Участие в войне освобождало от всех грехов и обеспечивало правоверному, павшему на поле боя, место в раю. Джихад – слово это означает полную отдачу мусульманинам своих сил, возможностей, времени и, если надо, жизни для торжества своей религии. В большинстве случаев в Средние века это сводилось к участию в вооруженной борьбе с неверными, а значение термина – соответственно к понятию «священная война», и такое его понимание стало традиционным для европейцев. На самом деле понятий джихад значительно шире, и именно в таком широком значении оно употребляется сейчас в мусульманском мире, в частности резолюциях и постановлениях различных общемусульманских конференциях. Ислам является очень широкой по охвату системой социального регулирования. Почти все стороны жизни мусульманина считаются религиозно значимыми. Столпы веры. Столпы веры иман отличаются от столпов ислама, религиозной практики, так как они сосредоточены скорее на системе верования, чем на просто ритуальном богослужении. Они весьма подвержены влиянию исламского законодательства, но главным образом подчиняются глубинным эзотерическим истинам ислама. Естественно, человек не может достигнуть веры без подчинения закону. Столпы или истины, на которых основывается исламская вера – это вера в Аллаха, единственного Бога, свят он и велик в его существах. Вера в Божественных Ангелов, вера в Священный Коран и другие священные писания, Тора Моисия, Евангелие Иисуса, Псалмы Давида, вера в Божественных Посланников, из которых Адам был первым, а Мухаммад – последним, вера в Воскресение и Судный День, вера в Божественное Предначертание, Судьба. Исламские ученые подробно истолковывают значение этих столпов. Они приняты за основу исламской веры. Заключение. В миросозерцании Мухаммада и в основанной им религии отсутствует идеал человеческого совершенства или совершенного соединения человека с Богом – идеал истинной богочеловечности. Мусульманство требует от верующего не бесконечного совершенствования, а только акта безусловной преданности Богу. Вера Мухаммада ставит первое условие истинной духовной жизни на место самой этой жизни. Ислам не говорит людям, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, то есть совершенны во всем. Он требует от них только общего подчинения себя Богу и соблюдения в своей натуральной жизни тех внешних пределов, которые установлены божественными заповедями. Религия остается только неизменной основой и неподвижной рамкой человеческого существования, а не его внутренним содержанием, смыслом и целью. В отличие от христианства, ислам развивался в условиях религиозно-политической слитности, так что его авторитетами были сами политические и одновременно религиозные вожди – пророк, халифы, эмиры, представители власти на местах. Любой чиновник обязан был согласовывать свои действия с нормами Корана и Шариата, то есть считаться с ролью духовенства, силой религии. Ислам послужил мощным импульсом развития такого феномена, как мусульманский мир, который вырос на обширной территории Ближнего Востока с мощной политической структурой и высокоразвитой цивилизацией. Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на многие страны, в том числе и на культурные центры христианской Европы. Кроме арабских стран ислам исповедуется в Индии, Китае, Индонезии. От арабских государств в Северной Африке ислам распространился в соседние негритянские страны и продвигается дальше на йог. Из многих религиозных систем современного мира ислам является одной из наиболее значительных сил. Несмотря на обилие в исламе различных течений, главными из которых являются суннизм и шаизм, Среди всех мусульман существует довольно стойкое представление о принадлежности к единой общности людей, объединенных общей верой, общими традициями, общей начальной историей и общими интересами в современном мире. Для понимания исторической социальной роли ислама важна проблема соотношения государства и духовенства. В исламе нет ни церкви, служащей посредником между человеком и Аллахом, ни духовного сословия, обладающего особой благодатью. Духовная и светская власть в исламской теории, да отчасти и на практике, нераздельны. И в конце опять вернусь к тому, с чего начинал работу, к пророку Мухаммаду. В предании о его ночной поездке в Иерусалим рассказывается, как в доме поклонения пророку после молитвы были предложены три чаши, одна с медом, другая с вином и третья с молоком, и он выбрал из них последнюю. Между языческой чувственностью, мед и христианской духовностью, вино, ислам в самом деле ест здоровое и трезвое молоко. Своими общедоступными догматами и удобоисполнимыми заповедями он питает народы, призванные к историческому действию, но еще не постигшие высших идеалов человечества. Литература. Ислам. Краткий справочник. Наука. М. 1983. П. Н. Галазны. История государства зарубежных стран. М. Юрит. Литра. 1980. Г. Ф. Ким. Ислам. Идеология, право, политика и экономика. М. Наука. 1985. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М. 1982. В Соловьев, Мухаммад. Его жизнерелигиозное учение. Санкт-Петербург. 1902. Эра Абузяров. Заятуаева. Истоки. Ислам. Вероучение. Мораль. Культура. Уфа. 1996. 1996.